Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 26 ноября, неделя 25 по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн Златоус – один из трех вселенских святителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец Секунд умер вскоре после рождения сына. Мать Анфуса не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и ритеров, рано обратился к углубленному изучению священного писания и молитвенному созерцанию. Святитель Милетий, епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через три года святой Иоанн был поставлен в очтеца. После того, как святитель Милетий был отправлен в ссылку императором Валентом в 372 году, святой Иоанн совместно с Феодором, впоследствии епископом Мапсеутским, учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Деодора Тарсийского. Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество, которое называл истинной философией. Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры. Однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн написал шесть слов о священстве, великое творение православного пастырского богословия. Четыре года провел святой в трудах пустыннического жительства, написав против вооружающихся на ищущих монашество и сравнения власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. Два года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году епископ Милетий Антиохийский посвятил его водиакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений, о провидении, книга о девстве к молодой вдове, два слова, книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников. В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом Антиохийским флавианом воприсвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником и за редкий дар богодохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». 12 лет святой при стечении народа, обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме, потрясая сердца слушателей. В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой Иоанн обратился к герменевтике, науке о толковании Слова Божия. Он написал толкование на многие книги Священного Писания, Бытия, Псалтирь, Евангелие от Матфея и Иоанна, послание апостола Павла и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники в похвалу святых и слова апологетические против аномиев, иудействующих и язычников. Святой Иоанн, как пресвитер, ревностно исполнял заповедь попечения о бедных. При нем антиохийская церковь питала каждый день до трех тысяч дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава замечательного пастыря и проповедника росла. В 397 году, после кончины константинопольского архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя. Он начал с главного, с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашения на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен епископ для церкви Боспора, находившейся в Крыму. Святой Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию, к Скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть церкви маркианитов и добился этого. Много трудов положил святитель на устроение благолепного богослужения. Составил чин литургии, вел антифонное пение за всеночным бдением, написал несколько молитв чина или освящения. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. В марте 404 года состоялся неправедный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удалению его из столицы пожар обратил в пепел здание Сената. Последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия. Зимой 406 года святой был болезнью прикован к постели, но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести его в глухо пятну спецунду, что в Абхазии. Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, не унывай, брат Иоанн. Завтра мы и будем вместе, причастившись, святых тайн, вселенских святитель, со словами «Слава Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манифы Кисарийской, всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!